Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях председатель территориальной избирательной комиссии Комсомольска-Намури Иван Иванович Мазаляк. Поговорим о предстоящих выборах президента Российской Федерации и напомним то, что надо знать каждому избирателю. Здравствуйте, Иван Иванович! Здравствуйте! Предлагаю начать с того, сколько у нас вообще избирателей зарегистрировано в городе и сколько есть избирательных участков. На территории города Комсомольска-Намури у нас сейчас зарегистрировано порядка 174 тысяч избирателей. Но эта история такая долгая и длинная, потому что эта цифра может меняться до последнего дня голосования. Потому что избирательная комиссия, одна из главных задач, это уточнение списков избирателей. Это та работа, которую выполняют избирательные комиссии в целом. Поэтому цифра у нас может чуть-чуть увеличиться, чуть-чуть уменьшиться. Но на данный момент берем за точку отсчета порядка 174 тысяч избирателей. Избирательных участков, соответственно, на территории города у нас сейчас ровно 100. А до которого числа будет продолжаться работа по уточнению списков? До окончания голосования. То есть до 20.00, 17 марта. То есть до этого периода времени, до истечения периода времени голосования у нас может прийти избиратель. Может оказаться так, что по какой-то причине он не обнаружит себя в списках. А это является работой как раз по уточнению сведений об избирателе. Если его не обнаруживает в списках, то избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия, выполнив ряд определенных действий по проверке сведений об избирателе, она вносит его в списки избирателей. И, соответственно, выдает ему избирательный бюллетень. И он может осуществить свое конституционное право проголосовать на выборах. Вот тем, кто пойдет на выборы впервые, как они узнают адрес своего избирательного участка? Здесь есть несколько моментов. Первый, наиболее сейчас активно, можно так сказать, прокачанный, активно используемый способ – это госуслуги. Сейчас практически все из нас зарегистрированы на сайте госуслуг, имеют свои личные кабинеты. И в этом личном кабинете у каждого избирателя имеется вкладка «Я избиратель». И, заходя в эту вкладку, под этой вкладкой, мы можем получить информацию о своем избирательном участке. То есть о том избирательном участке, к которому относится конкретно избиратель, об месте нахождения этого избирательного участка, о режиме работы этого избирательного участка. То есть получить полную информацию и определиться с наиболее удобным временем для себя и датой голосования. Это первый момент. Второй момент. Можно обратиться в избирательные комиссии. В частности, к нам можно обратиться по телефону. Мы работаем сейчас ежедневно, в ежедневном режиме. Можно обратиться на сайт избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия есть сервис «Найди свой избирательный участок». Это действующий сервис. Можно найти себя там. И можно в один из моментов получить сведения о своем избирательном участке через ту большую работу, которую будут проводить избирательные комиссии по информированию избирателей, дать вместе времени проведения голосования. Это будет по домовой обход, да? Это будет как раз по домовой обход. И есть такая форма, как приглашение, одна из форм приглашения на выборы, которая будет вручаться избирателю. И в этой форме, в этом приглашении о выборах будет содержаться вся информация о месте голосования, о датах проведения голосования, ну и об особенностях проведения голосования на выборах президента Российской Федерации в этом году. Насколько помню, в подъездах развешиваются листовки или на подъездах. Ваш избирательный участок находится там-то. Ну, это да. Это один из способов информирования. Также возможен такой вариант, что на подъездных досках, либо внутри подъездов, либо на досках, которые на входе в подъезды размещаются. Это те плоскости, которые принадлежат управляющим компаниям. Возможно. И такой способ информирования тоже используется. И чтобы совсем уже закрыть вопрос, назовите, пожалуйста, телефон, по которому люди, которые с интернетом на «вы», могли бы звонить в территориальную избирательную комиссию и уточнять адрес своего участка. Наш телефон 541078. Этот телефон не меняется. Режим работы с 9 до 18.00. В рабочие дни с 10 до 18.00. В выходные и праздничные дни всегда кто-то находится на телефоне и всегда дадут выщерпывающую информацию, подскажут, куда обратиться, в какой период времени. Подветят на все вопросы, которые могут возникнуть у избирателя. Теперь о людях, которые на момент выборов будут вдали от своих избирательных участков. Не знаю, там вахта или командировка или отпуск. Как смогут проголосовать они? Этих избирателей можно разбить на несколько групп. Это и есть те избиратели, которые поехали в отпуск. Это те избиратели, которые будут, скажем так, заранее знать место, в котором они будут находиться в дни голосования. А именно 15, 16, 17 марта. Здесь, опять же, нам поможет наш любимый портал госуслуги, личный кабинет, опять же, в той же вкладке «Я избиратель» имеется информация о выборе избирательного участка. То есть обеспечивается такой функционал на портале госуслуг. То есть каждый избиратель может выбрать избирательный участок, наиболее удобный ему для голосования. Это так называемый механизм мобильного избирателя. То есть когда избиратель при перемещении по территории нашей страны, он не утрачивает свое право проголосовать, а может использовать это право в любой точке Российской Федерации. Тем более на федеральных выборах и на выборах президента Российской Федерации. Вот этим сервисом можно воспользоваться же не только заранее, но и в сами дни выборов. Вот 15 числа ты оказался в Сочи. Идешь по городу, видишь избирательный участок, номер. Раз его внес, ты перерегистрировался туда. Пошел, проголосовал. Так это выглядит? Нет, здесь эта история немножко не так выглядит. Здесь эта история выглядит немножко по-другому. Здесь в данной ситуации механизм мобильного избирателя, он работает с 29 января по 11 марта. То есть довольно такой продолжительный период времени. Но мы планируем свободу. Да, есть спонтанное решение, когда человек принимает решение выехать куда-либо, абсолютно спонтанно. Есть такие моменты, но об этом мы немножко позже поговорим. Вот мы говорим, изначально мы говорим о том, что человек планирует свой отпуск, и человек что может использовать при планировании своего отпуска, какие может использовать механизмы. То есть первое, это портал госуслуги, лично зайти, лично оформить это заявление, тем более, если он знает, где он будет находиться в этот период времени. Второй вариант, можно обратиться в МФЦ, многофункциональные центры оказания услуг. У нас на территории города этих отделений МФЦ-2. Можно обратиться в принципе любой МФЦ на территорию Российской Федерации, тоже не откажут, и оформить это заявление о голосовании по местонахождению, то есть конкретному местонахождению в дни выборов избирателя. Третий вариант, можно обратиться в территориальную избирательную комиссию. Вот сейчас мы как территориальная избирательная комиссия, мы ведем прием таких заявлений для граждан. Если у них возникает такая необходимость, и они знают, где они будут находиться, пожалуйста, обращайтесь к нам в режим нашей работы с 9 до 18. Всегда мы вам поможем, подскажем, оформим данное заявление, и вы уже спокойно поедете в отпуск, зная, что в определенный час, в определенное время вы должны будете прийти на тот участок, который вам наиболее удобен, и проголосовать. Как будет обеспечена возможность проголосовать для категории маломобильных граждан? Ну, эта категория имеет полное право проголосовать. Есть такая форма голосования, как голосование вне помещения для голосования, или по-простому голосование на дому. Каждый из этих граждан имеет право обратиться в избирательную комиссию с заявлением о том, что он хочет проголосовать дома по причине своей маломобильности, и избирательная комиссия обязательно свяжется с ним, согласует с ним дату голосования, с учетом того, что у нас линяя голосования, время своего прихода, и далее представители участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования они выйдут к данному избирателю, и свое конституционное право этот избиратель сможет выполнить. То есть он проголосует. Это первый момент. Второй момент. Отдельные граждане из этой категории, они изъявляют желание проголосовать самостоятельно. Вот здесь, в этой ситуации, у нас огромную помощь всегда оказывали, и на этих выборах предполагается, что будут оказывать. Это волонтеры. Это неравнодушные люди, которые смогут данному гражданину оказать содействие по прибытии на избирательный участок, могут помочь ему в помещении для голосования, ну и в дальнейшем могут помочь ему вернуться по своему месту жительства. Также органы социальной защиты работают в этом направлении, и они тоже будут оказывать содействие, и будут помогать данной категории граждан проголосовать. Варианты есть, варианты уже отработаны, и данная категория не будет обделена нашим вниманием, они, без всякого сомнения, смогут проголосовать на предстоящих выборах. Если человек маломобилен, а ему нужно предоставить заявление в избирательную комиссию, участковую или территориальную, он же может вам позвонить, сказать, вот я написал заявление, придите, заберите и давайте все оформляем. Абсолютно верно. Данное заявление может подаваться заявка, может подаваться как лично избирателям, так и при помощи других лиц. Остается, вносится информация о данном гражданине в соответствующий реестр и участковая избирательная комиссия. После этого, после получения информации о желании гражданина проголосовать, она предварительно уточняет, что да, действительно, этот избиратель желает проголосовать. Ну а потом уже конкретно к этому избирателю выдвигается участковая избирательная комиссия. При посещении избирателя на дому он оформляет соответствующее заявление, уже письменное заявление о выдаче и получении избирательного бюллетеня. Получает избирательный бюллетень, голосует, опускает свой, то есть опускает избирательный бюллетень в переносной ящик для голосования и процедура голосования для него будет завершена. Вот у нас в прошлом году Центр избирком запустил новый сервис информирования избирателей о предстоящих выборах. Называется InformUIC. Расскажите, пожалуйста, что за сервис, чем полезен будет для избирателей? Ну, я бы не сказал, чтобы это был абсолютно такой новый сервис, InformUIC. Вообще в обязанности избирательных комиссий входит, согласно действующему законодательству, одна из их функций, это извещение избирателей о дате, месте, времени проведения голосования. Персональное. Да, это информирование, то есть это большая работа по информированию избирателей. И это одна часть работы, вторая часть работы, это информирование об избирательных процедурах, через которые может пройти избиратель, информирование о кандидатах, которые выдвинулись и зарегистрированы, то есть те кандидаты, которые уже будут непосредственно в избирательном бюллетене и по которым избиратель потом в дальнейшем будет делать свой выбор. Ну и, соответственно, о способах голосования, потому что либо голосование в помещении для голосования, либо голосование вне помещения для голосования. Вот, то есть это такая вот история, которая предусмотрена действующим законодательством. В целом избирательная система, она движется, она развивается. И проект «Информа.ИК» — это адресное информирование путем домового поквартирного обхода избирателей с внесением сведений об избирателе в соответствующее приложение. То есть имеется приложение «Информа.ИК». В этом приложении есть ряд вопросов, конкретно по информированию избирателей, по доведению информации избирателям, выяснению его предпочтений. Эта информация, она вносится в это мобильное приложение, соответственно, членам участковой избирательной комиссии. И потом, в дальнейшем, оно используется в работе именно для обеспечения наилучшего и выбора наилучшего способа голосования избирателям. Это выглядит так. Член участковой избирательной комиссии совершает поддомовый обход. Ну, условно, с планшетом или со смартфоном, где установлена эта программа. По пунктам этой программы он что-то рассказывает, что-то спрашивает и вносит информацию. Абсолютно верно. Уточняются сведения о проживающих, то есть ведется работа по уточнению списков избирателей, рассказывается о процедурах голосования, о том, что можно проголосовать на дому, о том, что можно проголосовать в помещении для голосования, доводится информация о кандидатах. Среди способов голосования есть так называемое дистанционное электронное голосование. Как им можно воспользоваться? Дистанционное электронное голосование – это та форма, которая активно в настоящее время используется и отрабатывается Центральной избирательной комиссией. Но на выборах президента Российской Федерации дистанционное электронное голосование будет применяться точно, то есть в отдельных субъектах Российской Федерации. К перечню тех субъектов, в которых будет реализовываться эта форма голосования, ДЭК сокращенно, мы, как жители Хабаровского края и наша территория в целом, она не относится к перечню тех субъектов, еще раз повторю, в которых эта форма будет реализовываться. Да, эта форма, она доказала свою жизнестойкость, эта форма голосования, она востребована, и причем востребована всеми категориями избирателей, начиная от молодежи и заканчивая людьми пожилого возраста. Но есть определенные критерии для того, чтобы реализовывать в полном объеме ДЭК на определенной территории. Хабаровский край еще не совсем подходит под эти критерии. Но это тот вопрос, который стоит на контроле у губернатора Хабаровского края, Дегтярева Михаила Владимировича, и на первом электоральном форуме, далевосточном, который проводился в апреле прошлого года, он озвучил, что ближайшие осенние выборы, как одна из форм в плане стоит. Это организация ДЭК на выборах. А, то есть должно заработать. Да, этот сервис, да. То есть мы должны войти в тот перечень субъектов Российской Федерации. Но это планы. Это планы. Вот, и пока, пока, к сожалению, этот сервис у нас не работает. Ну, там прежде всего критерии, это доступность интернета на всей территории. Вот. А, да, да, да. Огромная программа, которая реализуется на территории Хабаровского края, она еще не в полном объеме выполнена, но процесс идет уже на завершающей стадии. Вот. И плюс это регистрация в целом избирателей на портале госуслуг. То есть это вот два критерия, которые между собой такие вот взаимосвязанные, значимые эти критерии. Вот еще интересует возможность досрочного голосования. Досрочное голосование у нас на территории города Комсомольска-Нагоморья не проводится. А вообще в Хабаровском крае? А вообще в Хабаровском крае, конечно, проводится. У нас есть отдаленные территории, труднодоступные отдаленные территории, да, которым тяжело добраться, либо в зиму, либо воздухом на вертолетах, либо в летний период на реках, да. Вот. Эта перечень, он определен, он ограничен перечень. Вот. В этих территориях проводятся досрочные голосования. Досрочные голосования проводятся для различных артелей охотников, старателей. То есть те лица, которые, ну, которые находятся далеко и к которым зачастую и за один день ты не доберешься. Ну, город Комсомольска-Нагоморья, естественно, к таким территориям не относится. У нас доступность обеспечивается. Поэтому голосование у нас три дня. 15, 16, 17 марта. Есть такой электронный сервис у нас, как онлайн-трансляция с избирательных участков в дни голосования. Это для тех, кто хочет следить за прозрачностью процедуры, соблюдением законности. Где можно ее посмотреть? В Хамаровске будет открыт общественный штаб по наблюдению за выбором. Туда будут приглашаться наблюдатели от кандидатов. Туда будут приглашаться представители партии, представители общественной палаты будут принимать участие в этом процессе. То есть это огромная панель демонстрационная, на которую будет выводиться информация со всех избирательных участков. И лица, определенные основными участниками избирательного процесса, они могут принимать активное участие в наблюдении за выборами. Ну, это в Хамаровске. А энтузиасты из дома могут это сделать? Энтузиасты из дома, ну, в настоящее время не предусмотрена такая опция. Вот сейчас я предлагаю пройтись по этапам избирательной кампании предстоящему. Что еще осталось подготовить к выборам и что в какие сроки будет происходить? Там регистрация кандидатов, досрочное голосование и прочее. В данной ситуации, если говорить о кандидатах, и о тех мероприятиях, о тех процедурах, через которые им предстоит пройти, кандидаты, они у нас регистрируются на уровне Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Они туда предоставляют документы по своему выдвижению. Уже состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, на котором были рассмотрены вопросы по регистрации кандидатов. У нас зарегистрировано 4 кандидата. Эти кандидаты уже полноценные зарегистрированные кандидаты. Если не случится никакого форс-мажора, их фамилия окажется в избирательном бюллетене. То есть Центральная избирательная комиссия сейчас формирует сведения об этих кандидатах, официальные сведения. Эти сведения уже в форме различных плакатов, буклетов. Они уже будут официально доводиться до избирателей, распространяться на все территории Российской Федерации с точки зрения информирования, то есть с точки зрения донесения информации о кандидатах до избирателя. Далее. Центральная избирательная комиссия будет изготавливать избирательные бюллетени. Эти избирательные бюллетени будут передаваться в соответствующие территории. В начале марта, в начале марта, ну, это история такая, по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией, это избирательная комиссия Хабаровского края, на нашу территорию будут, на территорию города Комиссовского набора, будут привезены избирательные бюллетени и переданы нам как территориальные избирательные комиссии. После этого мы будем работать с этим избирательным бюллетенем, распределять их участковым избирательным комиссиям, Дальше дополнительная защита на избирательных бюллетенях на федеральных выборах предусмотрена. Это защитная марка, которая наклеивается на каждый избирательный бюллетень. Мы будем распределять эти марки. Дальше участковые комиссии будут наклеивать марки на избирательные бюллетени, заверять эти избирательные бюллетени своими подписями, печать участковой избирательной комиссии. То есть такая масштабная организационная работа. Участковые избирательные комиссии непосредственно в помещениях начнут работать с 4 марта, имеется в виду помещения, где располагаются помещения для голосования, куда придут избиратели. Они должны будут оборудовать свой избирательный участок, получить необходимую мебель, оборудование, инвентарь, оборудовать помещения для голосования в полном объеме. Период агитации предвыборной, когда начинается, когда заканчивается? Да, он уже идет. Агитационный период для кандидата — это одно, а агитация в следствах массовой информации — это другое. Это две разные процедуры. То есть кандидата может информировать о себе через следствую массовой информацию, а может при личных встречах агитировать. То есть с того момента, как только он выдвинулся, он же по сути дела приобретает статус кандидата. А когда зарегистрировался, это значит, что он выполнил ряд определенных требований, то есть прошел все цензы. Он получает статус зарегистрированного кандидата. Но агитация уже начинается с момента его выдвижения. То есть по сути дела, вот они чем и занимаются. То есть они ездят, кандидаты ездят по территориям, знакомятся с избирателями, собирают наказы и так далее, и так далее. И в заключение нашей беседы я предлагаю вам напрямую обратиться к избирателям. Вот что бы вы хотели всем нам сказать? Я хочу обратиться с теми словами, которые уже давно используют все. И уже такой слоган всем знакомый, что выбор — это дело каждого. И все мы должны прийти на избирательный участок, сделать свой осознанный выбор именно за того кандидата, за которого мы хотим проголосовать. И от нас, от каждого отдельно взятого гражданина Российской Федерации зависит будущее страны. Как бы вы спринно изучали эти слова, но это действительно так. Это моя глубокая уверенность в этом. И я приглашаю всех прийти на свой избирательный участок, либо на тот избирательный участок, который вы выберете для себя, как наиболее удобен для голосования. Прийти и проголосовать — это не займет от вас много времени, но вы выполните свой долг. Это долг каждого гражданина, каждого ответственного гражданина Российской Федерации. На этой прекрасной ноте мы и закончим. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо.